Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, приветствую вас в своей домашней студии. Сегодняшнее видео называется гитара Flight, акустическая гитара Flight, модель EF-230C, натуральный цвет. Я назвал это видео «Гитара для новобранца», с тем смыслом, что гитара считается для начинающих, хотя я считаю, что эта гитара достаточно уже современный и мощный инструмент. Главное, надо уметь на нём играть, да и на любом инструменте, и на дорогом тоже надо уметь играть. У меня ещё одна гитара есть, тоже хочу сделать видео для новобранца. Для чего это видео? Мне просто как бы стало немножко не по себе, когда я услышал, что... Ну, видел в интернете, сейчас даже в магазинах пишут многие заголовки, то, что гитара для обучения, гитара для новичков. Я эти гитары покупаю, и я вижу, что они недоработаны. То есть и лады здесь вот торчат, и вообще неправильные, и сгибы неправильные, и не настроенные, и струны плохие сами, пальцы пачкаются, чёрные, потому что здесь не поймёшь, что они там на фабрике. Это же фабрички. Эта гитара мне вообще пришла прямо в пакете, она даже не висела. Её она пришла в магазин, её прямо вытащили, лак прям такой, свежий-свежий был прямо с фабрики. И я её взял, то есть она даже не висела, она вообще практически новая. Эти гитары, они не такие уж прям готовые сразу для обучения, просто у меня есть гитара тоже. И это тоже тяжело представить новичка, который будет, значит, пальцы все чёрные у него, струны не поймёшь, что строит, не строит, от лады там царапается. Ясное дело то, что всё это надо доделать и обрабатывать, но он же новобранец, он не может сам это доделать. Поэтому я решил как бы сделать такой видеообзор на примере пока этой гитары. Конкретно взять гитару купить, которую предлагают, сделать её, довести до ума её, рассказать об этом. Значит, что о гитаре могу сказать? Гитара, в принципе, хорошая, но она недорогого диапазона. Взял я тоже её не дорого, она там со скидкой была, продавалась. Это не деревянная гитара. Корпус это называется ламинат, то есть, в общем-то, это мебельная вообще технология, то, что на полы кладут ламинат. То есть это то ли прессованная стружка, то ли ещё что-то, то есть это не цельный кусок дерева. Поэтому гитара никогда не будет звучать, как дорогие инструменты, типа Гибсон или Мартин, например, или даже Ямаха, там, с цельными кусками дерева. Делают либо полностью цельное, либо вот верхнюю деку делают цельную. Здесь всё из ламината. В принципе, это хорошо для таких условий, как бы для нашей, для северных каких-то там широтных, где большая влажность, всё, потому что ламинат, он на влажность вообще, его ещё лаком покрыли попрочнее, он не играет на влажности. Тогда, как, допустим, вот куски дерева, дорогие гитары, их хранят в кейсах, используют влажнители, чтобы дерево не сыграло, потому что цельный кусок дерева тяжело контролировать. А ламинат такой ему вообще всё равно. Его, тем более, сейчас они научились так делать, он очень тоненький, красивый, покрытый лаком, и даже и не скажешь, что это ламинат, что это такое ощущение, что это дерево. Есть большие, с большим корпусом. Этот с уменьшенным корпусом, очень похож на классическую гитару. То есть чуть поменьше басов, чем в дредноуте. Фолк называется, по-моему, и с вырезом она идёт. Вырез очень хороший. Вообще, эта гитара, чем она хороша, это копия какой-то модели, видимо. И поэтому она очень так интересно сделана, и вырез очень хороший, руки вообще хорошо, прям до последнего лада сам в этот ходит. То есть это очень удачно в этом плане сделано. Немного расскажу о том, какие тут настройки были сделаны. По поводу настройки давайте поднастроимся. То есть я таким используюсь тюнером. Их сейчас в магазине очень много. То есть гитара примерно имеет такое звучание, интересно. Очень похожее, хорошее качество. Очень яркое, очень громкое. Громче, чем, допустим, мой голос. Я считаю, если гитара звучит громче, чем ваш голос, то это нормальный инструмент. Не надо лишнюю громкость какую-то. По поводу настройки, что здесь? Я сразу сменил здесь вот эти порожки. Нижние и верхние. Они вот отдельные здесь есть. Они сделаны из какого-то супер-пупер материала. Похожи очень на кость. Но я сомневаюсь, что это кость. Они, видимо, флайт захотели чем-то вот прям удивить, что ли. На дешевые гитары какие-то непростые пластики. Твердые такие, тяжеленные, как камни. Я считаю, то есть они вообще не подходят. То есть здесь я установил легкие пластики. Это фирма Алиса. Здесь верхний порожек, он подошел как в лито. Я его чуть-чуть подточил только. Вот нижний порожек, это такой небольшой мой хендмейд. Я его выточил из простого прямого порожка для классической гитары. Потому что раз уж она похожа на классическую, здесь нужно было тоже сублюстировать. Здесь радиус нагреть. И вот надо было здесь немножко сделать закругление. То есть это я все сделал и очень удачно получилось. Хороший порожек, я считаю. Высота струн. Обычно высоту струн делают, вот здесь над 12 ладом, 3 мм. Ну, я слышал, так и люди делают. Это, я считаю, очень низко. Потому что при сильной игре прямой шпионы будут задевать за лады. Сейчас вы слышите, никакого звона нет. Вот чуть-чуть опустите, все, она начинает дребезжать. Начинает дребезжать, это уже некрасиво. Вообще, это заводская настройка. Я не знаю, откуда они эти 3 мм взяли. То есть для такой гитары это 4 мм высота. Если вы чувствуете то, что здесь туговато для вас, то надо просто поставить струны поменьше. Я, допустим, установил здесь струны вот такого качества. Deodario толщиной 11. Это средняя толщина. Ну, достаточно хорошие струны, прочные. Можно поставить 9 или 10. И будет полегче играть. Натяжение струн будет меньше. Изгиб грифа, он становится прямее. Это более правильно, чем вот этот дорожек взять и сточить вообще до конца. Изгиб грифа тоже я настроил правильно. Мне было интересно, работает здесь анкера или нет. Потому что для таких гитар вот здесь анкер устанавливается. Потому что струны с металлическим натяжением, они имеют очень большую силу. И гриф искривляется. Чрезмерная высота большая. Поэтому анкер компенсирует вот это натяжение. Я достаточно долго здесь сбился. Я думал, что уже, наверное, анкер не работает. Потому что я не мог увидеть этот изгиб, где же он. А он, оказывается, есть. Очень хороший изгиб, качественный. Я его сделал не сильный. Для таких людей, которые любят использовать, допустим, слайд, можно его даже увеличить, этот изгиб. То есть, как используется слайд, я вам сейчас покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, если будет низкая струна, это все будет у вас дребезжать. Особенно на таком ярком слайде на стальном. Кикалки здесь хорошие. Я оставил, ничего не трогал. Здесь главная была отстройка, которая касается ладов, струн. Вот именно высоты. По поводу ладов тоже. Лады здесь установлены достаточно хорошие. Вот такое качество. Прямо я не удивился. Очень хорошее. Используя надфиль. Вот это все сточил. Лишние здесь зацепляющие моменты. Потом все это полировал. И вот они сейчас такие блестящие, красивые, ровные. То есть, не царапают руку. То есть, ваше глиссанда, оно должно быть без всяких каких-то там зацепок. Используя надфиль. То есть, очень легко палец должен идти. В магазине вы, конечно, там такого поймете, не поймете. Там увидите, там сразу пальцы зацепляются, прям режут они. Но не сильно было. Бывают и сильнее даже. То, что касается здесь после 12-го. Многие считают, что там даже и не играют. На самом деле играют. И я вообще все ноты использую, сколько мне рука позволяет. То есть, верха здесь такие. То есть, все нотки звучат до последнего. То есть, если эти ноты обязательно вы берете на акустических инструментах, то обязательно надо технику вибрато осваивать. То есть, их просто не берут. Они туповатые просто. Короткая струна становится. Поэтому их немножко расшатывают. В принципе, здесь для вибрато, для подтяжек немножко не подходит. Немножко низковатый палец упирает в дерево, в накладку и не получается. То есть, эта гитара больше для таких аккордовых вещей, например. Играет музыка. Вполне достойный инструмент, который может служить вам и в домашней студии, может служить вам, допустим, в каких-то выступлениях, вечеринках. Там, это не важно. По поводу того, что ладит, не ладит. То есть, я очень придирчив к этому моменту и стараюсь, конечно, все это устранять сразу. Единственное, то, что касается, не дерево гитары, а не деревянная деха. Нет такого отзвучки такой мощной. Вот, нет такой. Но я ее использовал. У меня есть видео в YouTube. Красно-желтые дни от Киногруппы. Я ее полностью на ней сыграл. Если кого-то заинтересовала такая гитара, кто-то хочет приобрести такую гитару, потому что я сам музыкант, и я вам предлагаю как музыкант гитару. К тому же, эта гитара уже практически месяца три, наверное, четыре у меня. То есть, инструмент обязательно надо разыгрывать. Не каждый новобранец может так на ней поиграть, правильно? Ведь там начинается все очень медленно, очень тихо. А бой для гитары это очень важно. Конечно, используя медиатор, будет все намного громче, но я не использую медиатор, я играю в пальцы. Цена этой гитары в магазине, то есть, со старыми струнами, там, туда-сюда, там, сейчас... Но на данный момент это где-то 8500 в мусторг я смотрел. Моя цена этой гитары 10 тысяч, что входит в комплект. То есть, я снял сама гитара. Как только появляется клиент на вобрание, сюда я устанавливаю новые струны. Те же самые, то же самое, да? Но только совершенно новые, идеально новые. Еще раз пройдусь, я еще отполирую, еще раз маслицем протрую, гриф там, все это, как правило. То есть, и новые струны будут устанавливать. То есть, сейчас новые струны не устанавливаю, потому что я на них играю, и инструмент обязательно должен быть с натяжением, чтобы все это заработало, потому что он новый. Что еще идет в комплекте? Вот такой чехол, фирменный чехол, специально для этой гитары он подходит. То есть, он такой не тонкий, не толстый, средний. Но он тоже порядка 1000 рублей стоит. То есть, гитара эта продается в городе Казани. А если какие-то другие города, то это надо обращаться будет, допустим, в деловые линии, они, по-моему, перевозят такие грузы. И стоимость доставки оплачиваете вы. Я узнаю доставку, приплюсовываю к 10 тысяч, получается сумма мне скидываете. И я уже после этого делаю отправку, вы ждете эту гитару, и все. Струны тоже лучше ставить вот такой же одной фирмы. Это хорошая фирма такая, это Адарю. Есть получше, есть похуже, но это средний вариант. Это американская фирма. Я очень давно ее пользуюсь, и дешевыми струнами, и подороже. И все они очень хорошие, они очень хорошо строят. На этом все. Меня зовут Сергей, серый лис. Пишите свои комментарии, оставляйте там свои. Если кого-то заинтересовал данный инструмент, готов ее продать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.